Привет всем! В этом видео вы услышите истории проезжей матерей от моих подписчиков. История от подписчицы Маргарита Минаева. Однажды я с семьей ехала в автобусе. Мы с братом сели на свободные места и спросили у родителей, не хотят ли они сесть на наши места. Они сказали, что нет. Но ехали мы долго очень и не заметили, как мы с братом уснули. Дальше со слов мамы. Значит сидим мы спокойно. И к Максиму подходит женщина и выдает спящему брату. Вставай, я мать! Ну типа, чтобы он ей место уступил. А брат уснул таким крепким сном, что даже крик этой обнаглевшей мамаши его не разбудил. И женщина, к слову, была без детей. Ну моя мама и говорит этой женщине. Женщина, ребенок спит, не кричите. А она орет на маму. Да закрой рот! Короче, в итоге ее выгнали с автобуса. Нарвалась на наших родителей. Она думала, что беззащитные дети едут сами. История от подписчицы Ангел. Короче говоря, я и моя подруга сидели на скамейке. Из подъезда выходит мамаша с коляской и начинает орать на нас, потому что мы не догадались ей подержать дверь. Мы в тот момент уже уходили. А она начала на нас орать матом. Мы игнорили ее. Она подбегает к нам и ударяет мою подругу коляской. Мы увидели, что в коляске у нее лежит вместо ребенка кукла. Я сфотографировала на телефон коляску с куклой. А она его выхватила у меня и выкинула. Потом еще проехалась по нему. Что это было, мы так и не поняли. История от подписчицы Ася обработки. Идем мы с подругой с почты. Заходим в парк. Там никого не было. Сами понимаете, зима. Садимся и начинаем открывать посылку. Там были фигурки Франк Поп. Я по натуре коллекционер, а моя подруга просто любит открывать всякие коробочки. Значит, открываем коробочку, ржем над фигуркой. И вдруг к нам подходит мальчик лет семи и говорит, а что это у вас, игрушки? Я отвечаю, не совсем. Это фигурки для того, чтобы радовать глаз. Он отвечает, нет, это игрушки. И чуть помолчав, добавил, а что это за чудики? Я говорю, это Рюк. Он из аниме «Тетрадь смерти». Он говорит, а можно я его себе заберу? Вспомнив его немаленькую цену, я отвечаю, прости, но нет. Он убегает к женщине, которая подошла к соседней скамейке. А моя подруга шепчет мне, походу сейчас будут разборки с его мамой. Давай уйдем. И подруга моя не прогадала. К нам подошла женщина и говорит, девочки, я не поняла, что вы творите. Мы непонимающим взглядом смотрим на нее. Вы хоть совесть имеете показывать моему сыну такие вещи? Вы развратницы смотрите аниме. Моя подруга отвечает, а что в этом такого? У каждого человека есть своя. Заткнись, перебила ее и ожимать. Вы, малолетки, многое не понимаете и не знаете. Именно из-за таких, как вы, анимешниц, на улице куча неадекватных. Как вас бог вообще носит? Я отвечаю, ничего такого нет в аниме. Есть даже поучительное. И тут она дает мне пощечину и говорит, я сказала замолчать. Моя подруга испуганно смотрит на нее и говорит, это вы зря. А она отвечает, что? Тут я встаю и даю ей в ответ тоже нехилую пощечину. Она еле устояла на ногах. Я встала в боевую стойку. И если меня выбесить, то я нехило могу навалять. Она так посмотрела на меня и сказала, да ну вас, пошли, малыш, я лучше тебе булочку куплю, чем ты будешь смотреть на этих развратниц. Так они удалились в закат, а мы с подругой остались сидеть на лавке и рассматривать фигурку Рюка. История от подписчика Акробатор. У меня нестандартная внешность, красные волосы и красные линзы. Еще у меня на левой руке два больших пальца. С рождения так. Ну так вот, я иду в торговый центр с мамой. И зашли мы в кафе. Я заказала и мама пошла за заказом. А я сижу и играю в ноуте в мюб эволюция. И тут как заорет я же мать, демон, сатани, сатана, и обливает меня водой. А личинка подбегает и бьет меня по ноге. Я в шоке позвал охрану. Ее успокоили, заставили выплатить мне компенсацию 15 тысяч рублей. Как же они меня уже достали. История от подписчицы Эмилия. Я гуляла со своими подругами и сестрой. В кармане у нас всегда валялось мелочи. Мы не упустили шанса и пошли в магазин. Купили мы там все, что можно, все, что нужно и все, что не нужно. А потом пошли на гаражи и играли в карты. А играли мы не просто так, а на чупа-чупсы. Играем, никого не трогаем. К нам подходит какой-то мальчик с арматурой в руках. Ну мы на него забили и продолжили играть. Потом этот мальчик кидает в нас эту арматуру. Я со страха кинула бутылку в него. А он увернулся. Но потом побежал к своей мамаше. И начал говорить, что я кинула в него бутылку. И она попала ему в глаз. Я была в шоке, но ничего не сказала. Я обещала себе, что больше никогда не буду огрызаться со старшими. Потом подходит ко мне эта я же мать и орала на меня столько, сколько ей влезло. Она была такой злой, что по всему полю разнеслось эхо. Я, конечно, терпела-терпела, но не смогла проигнорировать. И зарала на личинку. Да как ты смеешь говорить эту чушь своей матери? Не стыдно? А он мне отвечает. Нет. И тут я уже не выдержала и сказала. Иди помой свой рот с мылом, маленький гад. После такого тона он покраснел от злости. И я же мать ответила. Что? Ну-ка, повтори. А тебе не стыдно на маленьких так говорить? Ну-ка, дай свой телефон, поговорю с твоей мамой. Как вообще тебя воспитывали? За тобой хоть родители следят? А я говорю за мной и моими подругами, следить не надо. Вы сами следите за своим ребенком. Я просто не могу понять, вашему сыну больше нечего делать, чем кидать в нас арматуру. После этих слов она психанула и просто встала и ушла. А ее ребенок остался, еще минут пять сидел на скамейке и ковырял грязь. Больше их не видела. И слава богу. История от подписчицы Наташи Волошкина. Это произошло летом 2020 года. Мы с подругами пошли на площадку и хотели покачаться на качелях. Но к нам подходили адекватные мамы с детьми и просили покачаться. Но мы давали. Вот закончились желающие качаться и мы сели. Как вдруг к нам подбегает Чада и говорит. Ну, как говорит, пытается. Но мы ее поняли. Я буду с вами качаться. И садится к нам. Мы объяснили ей, что хотели одни без нее. И она убежала в слезах к маме. А там мамаша подошла к нам и просадила свое детятка со словами. Ей четыре года. Вам что, жалко с ней покачаться? И мы отвечаем. Извините, но мы хотим одни. К нам подошли другие мамы и сказали ей, что мы уже давали им покачаться. И пусть теперь они одни покачаются. Там маман берет свое чадо и говорит. Вот какие люди злые и жадные пошли. Ее чадо сильно орало. Мама, я хочу, хочу, хочу кататься. Но они ушли. Но потом эта девочка все равно вернулась и говорит, что-то типа того. Я все равно залезу и все. Потом подходит эта маман и говорит, садись, доча. Поднимает ее и садит к нам. Ладно, думаем, делать нечего. Качаемся. И я потом спрашиваю. Зря я это, конечно, сделала. А что у нее с языком? Ей четыре года, а она даже мама нормально сказать не может. Мамаша как заорет. На себя посмотри. Сама в четыре года ни хрена не умела. Ну и так далее. Господи, лучше бы мы слезли и ушли сразу. Субтитры сделал DimaTorzok